Всем привет, с вами AppleTem. Добро пожаловать на канал и вчера вышла iOS 16.6.1. Система вышла неожиданно, давайте посмотрим что там нового и стоит ли на нее обновляться. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. И обои из видео есть в телеграме, ссылка на которые в описании. Время идет и технологии также не стоят на месте. В интернете с каждым месяцем появляется все больше новых телефонов, умных и крутых девайсов, но стоят они немало. Чтобы регулярно получать все эти новые устройства, есть два варианта. Это устроиться на работу с большой зарплатой, или зайти на сайт сюрприз бокса в CrazyBox и забрать любой интересующий гаджет за копейки. Это сайт с мистери боксами, в которых находится много разной техники и гаджетов, начиная от научников и пауэрбэнков, заканчивая айфонами, приставками, игровыми ПК. Например, если вы давно мечтаете о каких-то компьютерных девайсах, вы можете открыть игровую коробку. А если хотите получить приставку, открывайте коробку с консолями. Большим спросом пользуется коробка смартфонов, с которой можно получить абсолютно любой телефон. Это может быть как Samsung или Xiaomi за 10 тысяч, а если повезет, то и последний айфон. Выигранный приз заказывай себе домой, либо продавай сайту и взамен получай за него деньги. Но рекомендую начать с бесплатных коробок, в них также много хороших и ценных призов. Итого, если повезет, то потраченные пару сотен могут легко превратиться в крутой гаджет или новый смартфон. А если хочешь, чтобы призов было в два раза больше, введи промокод при пополнении и получишь плюс 100% денег на баланс. Ссылка на сайт и промокод будут в описании под видео. Вернемся к 16.6.1 и начнем с веса обновлений. В зависимости от вашего устройства, это чуть больше 200 МБ, так что это очень немного. И больших новых изменений, конечно же, здесь не будет. По версии по сотовому модулю оно осталось без изменений, но в целом на последних версиях iOS 16 сеть ловит хорошо и проблем с отваливанием того же LTE действительно нет. Ваш отзыв по сети можете написать в комментариях и укажите версию вашего iPhone, чтобы люди понимали, что ожидать. Теперь о том, какие новые функции появились в системе. Ну, те, кто давно подписан на мой канал, знают, что если обновление с двумя цифрами на конце, то есть в нашем случае с 16.6.1, то это говорит о том, что это заплатка для безопасности и больших изменений, и тем более новых функций, здесь точно ждать не стоит. Если посмотреть влоги обновления, то там действительно написано, что Apple пофиксила только безопасность системы и немного допилила оптимизацию. Дело в том, что на 16 iOS остается достаточно много айфонов, это 8, 8+, и 10 iPhone уже не получают 17, и им придется быть на 16 iOS. Поэтому безопасность для этих устройств и оптимизация, она важна, потому что и восьмерок, и десяток, их продано очень много, и они на руках у огромного количества людей. Два фикции безопасности, которые добавили в систему, на самом-то деле достаточно серьезные. Первая была связана с просмотром изображений. Если вам приходит какой-то файл там на почту, или вы просто его скачиваете из интернета, это может быть какая-то картинка, но когда вы ее открываете, полностью заполняется кэш, и выполняется какой-то определенный код. Так злоумышленник могли делать с вашим iPhone все, что захотят, после того, как вы откроете такой файл. То есть просто не открываете никакие непонятные файлы, которые вам приходят. Но эту уязвимость пофиксили. И вторая уязвимость была связана с Apple Wallet, то есть вредоносное вложение, которое вы могли загрузить в кошелек, это могла быть какая-то карточка, она точно так же выполняла какой-то определенный код, и злоумышленник получал доступ к управлению устройством. Казалось бы, как такое на iPhone возможно, но вот тем не менее вот такие фиксы багов у нас появились. И очень круто, что уязвимость, которую я сразу на Apple Wallet, нашли в университете Торонто. То есть, представляете, не какие-то разработчики, а вот люди из университета, которые занимаются IT, нашли эту уязвимость, написали в Apple, и вот такая вот заплатка появилась. То есть интересная эта история, которая касается этих заплаток. В остальном никаких новых функций, никаких новых иконок, никаких новых переключателей не появилось. Я посмотрел все настройки, которые есть, и действительно нет ничего нового, что касалось бы, ну хоть намека на какую-то новую фичу. По тем багам, которые есть в системе, на самый распространенный это Wi-Fi, например, отваливающийся Bluetooth, заполнение хранилища и неработающая камера, ничего такого не наблюдается. Хранилище и раздел другое живет нормально, чувствует себя хорошо, сами можете видеть вес хороший. Также камера работает нормально, никакого отрезка нет, ну и в целом телефон работает достаточно стабильно. То есть в целом это, в принципе, та самая версия, которая должна была быть самого релиза, стабильная и качественная, которая просто будет хорошо работать. Нагрева на устройстве нет, поэтому и аккумулятор чувствует себя нормально. Так что по производительности батареи это полный клон предыдущей версии iOS. Просто тут, по сути, одна заплатка, вес обновления очень большой, поэтому ничего серьезно сломать или починить здесь нельзя. Получается, система очень похожа на 16.6, а та версия iOS в целом была неплохой, судя по вашим комментариям. Аккумулятор тоже живет нормально, телефон не нагревается, даже на зарядке нагрева нет, и это хорошо влияет на батарею. Она не теряет свой процент во время использования, не теряет его быстро даже в играх. Так что в целом на этой системе можно оставаться, если вы даже не хотите обновляться на iOS 17, то на этой версии можно остаться. Обновляться, как всегда, можете из настройки обновления ПО, или же через компьютер, если система ужасно лагает, то лучше переустановите iOS через ПК. Напоследок немного печально, iOS 16 подошла к своему логическому завершению. То есть, возможно, это последняя версия iOS 16. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok